Харьков Вырабатываемая на ТЭЦ электроэнергия Реализуется по всей стране Здравствуйте В эфире программа Экспертиза из серии Без акцента И сегодня в поле нашего внимания Предприятие ТЭЦ-3 Почти 10 лет Целостный имущественный комплекс Занимающий площадь в 20 гектар Находился в аренде у частной структуры Гордо именовавшей себя Закрытое акционерное общество ТЭЦ-3 А по сути Являющийся филиалом Другого акционерного общества АО «Инвестор» Принадлежащего бывшему губернатору АВАКО Последний регулярно меняя В зависимости от политической комментуры Партийную окраску Завидным постоянством Жестко лоббировал интересы Собственных бизнес-структур Закрытое акционерное общество ТЭЦ-3 Было поистине закрытым Даже представители городских властей Не имели возможность Контролировать деятельность акционерного общества Это при том, что и оборудование И сама земля, на которой находится ТЭЦ Принадлежат городской громаде Закрытое акционерное общество ТЭЦ-3 В прямом и переносном смысле Соответствует своему названию Это действительно было закрытое предприятие Контролирующие органы туда не имели доступ Я имею ввиду органы государственного контроля Только в начале 2010 года Мы получили возможность И опять-таки уже непосредственно при рассмотрении судебных споров Зайти на это предприятие И проверить, каким образом используется имущество Переданное ТЭЦ-3 в аренду Пройдя многочисленные судебные разбирательства Городская власть Наконец смогла вернуть ТЭЦ-3 В собственность территориальной громады То, что увидели представители коммунального предприятия Харьковские тепловые сети Которому ТЭЦ возвращена на баланс Представляло собой, мягко говоря Печальное зрелище Состояние станции, которое мы увидели Достаточно плачевное К сожалению, я бы сказал Что не очень грубо Недостаточно правильная эксплуатация станции То есть, похоже, что не проводились ремонты оборудования Похоже, что не проводились ремонт сооружений и зданий Потому что состояние плачевное То, до того, что сцепится кирпич в зданиях То есть, до такого состояния станции Нужно было еще уметь довести Сегодня в разобранном состоянии Находится энергетический котел Который дает пар для производства электроэнергии Ну и, соответственно, тепла Этот котел находится в нерабочем состоянии И восстановление этого котла Стоит достаточно больших денег Ориентированно, что для них миллионов шесть Шесть, может быть, семь И достаточно продолжительные ремонты по времени Значит, станция заведомо работает с пониженными параметрами И, соответственно, эффективной станции Намного ниже, чем могла бы быть Сейчас тут, на ТЭЦ-3, полным ходом идет инвентаризация Но уже с уверенностью можно сказать, что значительная часть имущества городской грады Либо бесследно пропала, либо доведена вот до такого состояния Только по счастливой случайности все это еще не было продано, как металлолом Полюбуйтесь Котел номер 3 находится в ремонте с 2009 года По настоящее время Во время ремонта был демонтирован паропереватель Паропереватель до настоящее время До настоящее время не восстановлен Теперь только на картине Маслов В приемной бывшего директора Да, пожалуй, еще в памяти Старожилова Остались две огромные градильные ТЭЦ-3 В реальности одна из них скелеторий предприятия попросту исчезла Кстати, вместе с сотнями тонн металла, составляющего каркас установки Заменить ее должны были шесть малогабаритных градилен В наличии обнаружить удалось лишь одно Причем никаких разрешений на подобные реконструкции Бывшие арендаторы у собственников не получали Да что там градильни и турбины Во времена САО на территории предприятия, как в Бермудском треугольнике Исчезали борода, заборы и даже железнодорожные ветки Пока лобовы не подкрыты Почему так резко сократилась длительность технологических железнодорожных? С 5,7 км до 3,8 км В 2005 году Аваков усаживается в губернаторское кресло А уже через полгода в ЗАО ТЭЦ-3 появляется новый директор И его 11 заместителей Существенно расширился и автопарк предприятия ВАЗы, КАЗы, ШКОДы, МИЦУБИСИ Часть обширного автопарка была обнаружена в боксах на территории ТЭЦ-3 Какое отношение к ТЭЦ-3 имеют обнаруженные в соседних боксах катера, квадроциклы и аквабайки Новому руководству предприятия до сих пор неизвестно А вот кому принадлежат все эти атрибуты красивой жизни Предназначенные для активного отдыха нам удалось выяснить Техника принадлежит руководству фирмы Конкурент Которая с 2006 года выступала генеральным подрядчиком ЗАО ТЭЦ-3 Именно эта фирма, привлекая субподрядчиков, на протяжении нескольких лет занималась ремонтно-строительными работами и материально-техническим обеспечением ТЭЦ-3 Чем на территории предприятия конкуренты занимались на самом деле, можно лишь догадываться Какое, например, отношение к ЗАО ТЭЦ-3 имела продукция вот данной теплицы, в которой выращивали грибы Вероятнее всего продукция шла на продажу Ведь столовая для работников предприятия в том же 2006 году была закрыта И возобновила работу только в 2011-м, после возвращения ТЭЦ-3 в коммунальную собственность и передачи на Маланское ТЭЦ Приятного аппетита! Я буквально на три минутки вас отвлеку Скажите, давно с тобой вы работаете? Ну, уже неделя три, наверное, точно А раньше не было? Ну, я ходил, да Я ходил за свои три недели уже Самое первое решение, действительно, ощутили на себе, когда открылась столовая Которая не работала в течение пяти лет Что такое, когда люди ходили с тормозками, это очень неудобно И мы находимся вблизи парка, где нет особо никаких точек, где мы могли бы купить какую-то пищу Мы с вами находимся в музее бывшего клуба на территории ТЭЦ-3 Совершенно уникальные экспонаты здесь можно встретить Ну, например, вот этот вот суровый приказ от 4 февраля 2006 года Требующий выработать определенное количество закуски поселянские Копчено-запеченных, вареных и прочих колбасных изделий А также их продегустировать На документах стоит подпись и печать некого частного предпринимателя Клипина По совместительству директора клуба ТЭЦ-3 А вот еще один занятый документ Приказ о хранении яда Нитрата натрия, входящего, по всей видимости, в рецептуру местных колбасах и закусок поселянских Мы не знаем, кто он занимался реализацией нитратной колбасы Бумагой значатся такие загадочные персонажи, как Саша с коммунального рынка И не беремся утверждать, что колбасный цех действовал в помещении ДК Часть оборудования для производства колбасного фарша была обнаружена рядом со зданием столового Очевидно, лишь одно Во времена ЗАО людям тут было не до всякой ерунды Вроде монтажа турбин и ремонта котлов Удивляться тут абсолютно нечему Ведь до недавнего времени предприятие ТЭЦ-3 было по сути частной вавочкой Где люди любыми способами пытались заработать побольше денег А насколько эти способы были законны разбираться в прокуратуре Изучая содержимое складских помещений Новое руководство предприятия обнаружило, вы не поверите Разобранные декорации телевизионной программы «Акценты» Бессменным ведущим ее, как вы помните, является Никто и мой, как бывший губернатор и нынешний миллионер Арсен Аваков Да-да, тот самый Аваков, которому принадлежит Банкбазис Который в прошлом году уже пикетировала группа людей, требующих возврата вкладов Тем не менее, по материалам журнала «Фокус» Именно Авакову принадлежит 65-е место в списке украинских богачей И капиталы на сумму более 280 миллионов долларов При усадебные грибочки с плантацией ТЭЦ Возможно, тоненьким ручейком пополняли именно это Огромное состояние А запертые на ключ складские помещения ТЭЦ До поры до времени хранили от посторонних глаз Секреты губернатора Неожиданные находки здесь встречаются буквально на каждом шагу То ли здесь был предвыборный штаб То ли скром политических лузеров Наивно надеющихся на реваж Не один год продолжались судебные разбирательства Связанные с неуплатой долгов за ОТЭЦ-3 за аренду земельного участка Недавно, благодаря совместным усилиям городских властей и прокуратуры города Эти деньги были все же взысканы и пополнили бюджет Харькова Свою позицию мы оставили в ходе просмотрения дела в хозяйственном суде Нами были доведены до суда наши требования И наша позиция правовая в этой части И суд удовлетворил требованиям прокурора О взыскании в общей сложности более 14 миллионов гривен 15 миллионов гривен за уклонение от арендной платы за землю Уже поступило на счета Харьковского городского совета Эти деньги будут использованы на общее благоустройство На ремонт дорог, парков, скверов, на освещение города Харькова На этом финансовые проблемы с нерадивыми арендаторами не закончились Благодаря тому, что в обслуживании ЗАО ТЭЦ-3 находились бюджетные организации Предприятию выделялись положенные по закону лимиты газа Бюджетники-то за тепло рассчитывались исправно А вот рассчитываться за потребленный газ с поставщиком ЗАО, мягко говоря, не спешили Таким образом образовалась задуманность Частной ваковской структуры перед ДК «Газ Украин» На сегодняшний день сумма долга превышает 300 миллионов гривен Попытки переложить этот долг на коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» А фактически на плечах харьковчан По мнению нового руководства предприятия Совершенно недопустимы Сегодня требование для каждой Украины Чтобы долг приняли «Харьковские тепловые сети» Этот долг Но как хозяйственный руководитель могу сказать Что из-за руководства Бывшего руководства ЗАО ТЭЦ-3 Мы должны взять 330 миллионов Которые потом нужно будет гасить За счет платежей харьковчан Это неприемлемый вариант Вопрос погашения долгов лежит в несколько другой плоскости Есть соответствующие компетентные органы Которые должны будут разобраться Каким образом возникла эта задолженность Почему она возникла Почему работая на арендованном имуществе Владельцы довели станцию до того, что она работала в убытом Мы знаем, что с 2001 года Целостный имущественный комплекс Был передан в аренду Для того, чтобы каким-то образом Улучшить прежде всего условия Жизни, условия оплаты Харьковчанам за потребляемую тепловую энергию Однако последние годы Сказали Дали нам основания Полагать о том, что не все свои обязательства Руководство ТЭЦ-3 Выполняло на протяжении длительного периода времени Несмотря на то, что инвентаризация на предприятии еще не окончена Уже сейчас становится очевидным Что в погоне за прибылью Одна из аваковских структур За пять лет бурной деятельности Едва не поставила на колени предприятие Столь важное для нормальной жизни харьковчан Возвращение в коммунальную собственность ТЭЦ-3 Факт, безусловно, позитивный Однако восстанавливать здесь придется очень многое У нас происходят изменения сейчас Мы ожидаем стабильности Весь соцпакет Все люди при работе То есть дают возможность людям и отдохнуть И заработать деньги У нас на зале ТЭЦ-3 было много руководителей В частности, предприятия управления Директор по сбейту Коммерческий директор Директор клуба Ну и другие В настоящее время руководителя уменьшилось Трудовая деятельность стала эффективнее По результатам инвентаризации на предприятии ТЭЦ-3 Должностные лица закрытого акционерного общества Вероятнее всего понесут ответственность За допущенные нарушения и барварское отношение К имуществу городской громады Вот только ответит ли за весь этот беспредел Главный виновник Да-да, тот самый нувариш, который учит жизни харьковчан С экранов телевизора И пытается расставлять свои акценты Куда уехал цирк, он был еще вчера И ветер не успел со стен сорвать, а пишет Но больше не горят его прожектора Под куполом оркестр его не слышен Но больше не горят его прожектора Под куполом оркестр его не слышен Я люблю Рим Потому что когда раз в год или раз в два года Я приезжаю в Рим Я беру книжку, сажусь в парке Виллы Бургези на пол В джинсах и рваной майке Беру книжку, читаю Облокотившись спиной на ствол дерева пино И ни одна проходящая парочка не скажет Здрасте, что вы здесь делаете? Бомба, да, Лена? Криволапов с Перминовым вообще, красавцы Сейчас начнется Уважаемый Геннадий Викторович Я не хочу комментировать то, что мы только что сейчас увидели Я хочу вернуться еще раз к вопросу регламента С которого я начал Нигде в регламенте Харьковского городского совета Не дается право на просмотр фильмов Которые нам продемонстрируют Причем сомнительного пиар-содержания С односторонней оценкой А у вас не односторонний о ваших акцентах Блин, на ТН крутите Согласно статье 56 пункта 4 регламента Не дается право комментировать заявление и выступление депутата Спасибо большое Уважаемые харьковчане, уважаемые депутаты Которые составляют здесь конструктивное большинство То, что сейчас вы увидели Это выражение воли харьковчан Вернуть в коммунальную собственность Наше коммунальное хозяйство Потому что в свое время Благодаря кое-каким манипуляциям Данное имущество было передано в частные руки По имеющейся информации Это имущество перепродавалось за десятки миллионов Что есть информация и подтверждение этому Из разных источников Хотя это всегда была коммунальная собственность То, что сегодня представители Батьковщины Подготавливали Чтобы на этой сессии Мы могли говорить о кредитах, не кредитах О тарифах, не тарифах Я поставил данную программу Потому что эта программа Она гласная, публичная Она идет по телеканалам города Харькова Здесь есть открытые лица людей Рабочих, инженеров Которые работают на этой ТЭЦ Которые обеспечивают сегодня Подачу горячей воды и тепла Квартиры харьковчан И мы работаем над тем Чтобы уменьшить затраты На выработку тепловой энергии То, что касается комментариев Я думаю, что вам необходимо Конечно, читать регламент и закон Потому что всех вы получаете Только вы сейчас не увидели Что на ТЭЦ-3 коммунальной собственности Был размещен штаб Кандидатов президента Юлии Тимошенко Сделали склад, программы, акценты Сделали цех по производству колбасы и мяса И так далее, и так далее Здесь сидит прокурор города Харькова Вот хотелось бы, чтобы вы выступили публично Знаете, такими общественными защитниками Вашего патрона Когда мы доведем это дело до логического конца И вы ответите все Кто имел отношение к этой ТЭЦ По тому грабежу, который там был сделан Сегодня заплачено 15 миллионов гривен в бюджет Годами не платили деньги в бюджет Годами И только после решения суда Вступившего в законную силу Пришло сознание И это деньги направлены сегодня, чтобы вы знали В доходную часть городского бюджета А не в карманы журнала «Фокус» И поэтому я прошу вас, уважаемые депутаты от фракции Батьковщина Если у вас есть конструктивные предложения По улучшению жизни каждого жителя города Харькова Каждого ветерана труда войны Детей войны, пенсионеров Людей, которые строили этот город И добывали ту победу, про которую говорил Николай Антонович Вы нас не учите Вы выйдите и покажите, что вы умеете На субботник выйдите, уберите Город Харьков Поставьте хоть одну карусель детям Безопасную Купите хоть один автобус или троллейбус И заправьте его И скажите, как это тяжело И выйдите в 4 утра на работу Или метлу возьмите в руки и уберите вокруг себя Вокруг своих объектов торговли Тогда вы скажете Что вы харьковчане А сегодня вы просто-напросто Хотите дестабилизировать ситуацию Даже в том положении В котором сегодня находится страна И конечно каждый регион А я как харьковский городской голова Выступал и буду выступать Последовательно И отстаивать позицию жителей города Для того, чтобы они жили В удобном и безопасном городе По поводу комментариев Я считаю, что нам уже давно пора Перейти к повестке дня А при рассмотрении вопросов Мы с вами еще тут обсудим И у нас очень много Есть вам что сказать На каждый ваш чих Мы вам ответим по достоинству Поэтому Ставлю на голосование Предложение депутата Поддубного Об исключении 48 вопроса Из повестки дня А именно Предоставление разрешения Для перекредитования Коммунального предприятия Жилкомсервис Кто поддерживает Поддубного Прошу голосовать Решение не принято Ставлю в целом повестку дня На голосование В целом Прошу голосовать Вот смотрите какая логика Логика понимаете какая у людей Я же промолчал Они даже считать не умеют Да Они голосуют против 48 Это их нежизненная позиция Когда депутат против Он должен до конца быть И последовательным И принципиальным А сейчас 83 за Один против Вот это и есть логика Знаете Двойные стандарты Поэтому мы начинаем Нашу работу Я думаю Я думаю что мы быстро Сегодня рассмотрим все вопросы Выслушаем все мнения На этот счет Переходим к первому вопросу Первый вопрос докладывает Татьяна Дмитриевна Таукешева Внесение изменений В решении второй сессии Харьковского городского совета Шестого созыва От 29.12.2010 года Номер 94 Друг 10 В бюджете города Харькова На 11 год Пожалуйста Уважаемые депутаты Давайте будем уважать Тот кто выступает Уважаемые депутаты Необходимость Несения изменений